В Чебоксарском и Ринском посаде открылись народные штабы в поддержку Олега Николаева на пост главы Чувашии. Поддержать кандидата пришли те, кто разделяет его видение социально-экономического развития республики и, несомненно, ему доверяют. Сегодня Олег Николаев единственный кандидат, представивший избирателям программу конкретных действий по преодолению последствий кризиса и выхода Чувашии на новый уровень социально-экономического развития. Уже в первые месяцы на посту руководителя республики, действуя в трудных условиях пандемии, он показал личным примером умение и желание объединять людей ради общей цели. Когда он был депутатом Государственной Думы, он был назначен представителем по комитету по национальности большой нашей России. Это не просто так, национальная Россия. Это говорит о том, что это человек авторитетный, человеку, который доверили на федеральном уровне. Поддержать Олега Николаева собрались люди разные по статусу и по возрасту, но их всех объединяет стремление к переменам. Он обращает внимание на молодежь, он объединяет вокруг себя все политические силы, все возраста. Мы молодежь и я как представитель молодежи в городе Новочебоксарска, мы его поддерживаем. Нам очень нравится его стремление объединить все политические силы в республике. Наверное, это в дальнейшем послужит большим толчком для развития республики как в экономическом, так и в политическом плане. Программы фонда моногородов, сельское хозяйство и туристическая сфера. Так определил точки роста Мариинско-Пасадского района Олег Николаев во время рабочей поездки. Эти направления развития поддерживают и жители Морпасада. Он начал много интересных проектов в своей деятельности. И когда пришел на аврию главы, показал себя очень деятельным человеком. Поэтому, я думаю, этот девиз «Перле вместе» – это замечательный девиз. Мы должны все вместе понимать, что нашей Чувашии нужен глава, который будет созидать вместе с нами, думать вместе с нами, стараться сделать нашего Чувашию краше и лучше. Напомним, по данным Центра избиркома республики, свои кандидатуры на должность главы региона выдвинули уже 9 человек. В их числе 4 представителя партии и 5 самовыдвиженцев. Сейчас они проводят встречи на муниципальных площадках, чтобы заручиться поддержкой депутатов органов местного самоуправления. Продолжение следует...